Всем привет, дорогие друзья! Это пятый выпуск нашей битвы за эпик, и финал становится всё ближе и ближе. В данный момент у нас 14 тысяч алмонет, и это больше плагина, нежели чем нам требуется. И я думаю, что мы справимся с задачей купить талисман Баюма. Единственное, что всё меньше и меньше остаётся способов для заработка денег. Но этот выпуск мы начнём не с барыженничества, а с рандома. Мы выбили талисмана Дэна. Падает, к сожалению, он не так часто, а у нас его совершенно нет. Так что давайте попробуем его заточить. На плюс 2 он у нас заходит без проблем. На 3 шанс 70%, и он тоже точится. Зайдёт ли он на 4? Мало смысла оставлять всего на 3, не так что много он даёт. Но вот на 4 он, к сожалению, тоже не точится. Грустно, но в целом не критично, потому что мы качались и без него, и особо проблем у нас с этим не возникало. С вами Лайриэль, и коротко о погоде в Линейдж 2. Ещё утром ничего не предвещало зимы. Однако уже после обеда резко похолодало. Земли Эльмар Адена накрыл мощный ледяной циклон. По данным Гидрометео Адена, эпицентр бури находится в замке Монарха Льда. Отправляйтесь туда, чтобы убить главного морозного босса Клакийса, и получить в награду уникальное ледяное оружие. Одевайтесь в рейд потеплее. Линейдж 2 охлаждает. Играй на 4 гейме. Ну а теперь давайте перейдём к самому интересному, что может прямо сейчас закончить нашу битву за Эпик. А всё дело в том, что цены на брошь немного неадекватные. Как вы знаете, шанс успешного синтеза броши 25%. То есть для того, чтобы нам улучшить брошку, нам их нужно 5 штук. Одна, которая будет синтезироваться, и 4 попытки. И теперь обратите внимание на цены. Если с первыми тремя брошьями всё нормально, третья брошь продаётся за 20 монеток, четвёртая за 100 монет, х5, пятая за 500 монет, х5, то вот начиная с шестой цены начинают скакать. Шестая брошь уже стоит 3,5 тысяча монет, а это значит, что синтезировать пятую брошь будет выгоднее, нежели покупать шестую. А седьмая брошь так вообще стоит 45 тысяч монет. Это в 15 раз больше стоимости шестой броши. То есть как бы вам не везло, вы в любом случае сможете синтезировать шестую брошь в седьмую, и на этом заработать. Да, большой вопрос, продастся ли брошь седьмая за 45 тысяч монет, но в любом случае в чате можно заметить то, что эту брошь скупает за 4 коробки. Да, 4 коробки тоже 32 тысячи монет, но если эти коробки продавать на мировой торговле, то это все равно немного большее количество монет. И в любом случае это выгодная цена, потому что в среднем при синтезе шестой броши седьмая брошь вам будет обходиться в 20 тысяч л монет. И это я даже округляю в большую сторону. Да, конечно, если мы заглянем внутрь броши, то увидим, что цена может тоже отличаться, и за 500 монет продаются не все брошки, и буквально с четвертой уже цена подскакивает до 600. Но в любом случае это не объясняет факт дороговизны седьмой броши. Она стоит безумно дорого. И как ни крути, ее гораздо проще сделать шестой. Я уверен, что эта ситуация изменится. Изменится она в любом случае. Рынок завершает, он стабилизирует цены. Но в данный момент на этом можно неплохо заработать. На самом деле можно заработать и на пятой брошке, но это уже не гарантированная прибыль. В идеале это надо ставить на поток. И если у вас будет 100 попыток, то примерно 25 успешных синтезов у вас получится. Но если вы пытаетесь сделать одну брошку, то далеко не факт, что вам улыбнется удача. Но я все-таки хочу испытать этот рандом и покупаем 2 броши по 500 монет. Математически это правильное решение, выгодное. И если это мы будем делать на постоянной основе, то мы с вами однозначно заработаем. Так что будем надеяться, что нам удастся это сделать менее, чем за 5 попыток. И что мы синтезируем ее с первого раза? Я вообще этого не ожидал. Даже вот откроем мировую торговлю. Как бы было 3 броши по 500 монет, и одна брошь до сих пор продается. То есть это не монтаж, это действительно повезло с первого раза. Но нужно понимать, что такое случается нечасто. Шанс на успех у нас был ровно 25%. Да, конечно, лучше бы мы купили сразу 2 шестых броши, и также бы с первого раза ее сделали. Но тогда бы на этом шоу и закончилось. Плюс нужно учитывать то, что нам могло не повезти. Я бы здесь привел такой пример, то что вам дают кубик, обычный кубик, у которого 6 граней. И говорят то, что если выпадет число 2, 3, 4 или 5, то вы удваиваете свою ставку. Если выпадает 1 или 6, то вы проигрываете. Мне кажется, здесь любому понятно, что играть такую игру выгодно. И ставя по 100 рублей, с течением времени вы в любом случае будете в плюсе. Да, вначале вы можете какую-то сумму проиграть, но математически вы все равно выйдете в плюс. Но это не значит, что вы вначале не можете проиграть 2, 3 или даже 4 раза подряд. И в моем случае 4 таких проигрыша подряд лишило бы полностью меня всех денег. Я этого не хочу, я не хочу играть в казино, даже которое на моей стороне и благословно ко мне по шансам. Я хочу стабильно зарабатывать. Так что этот способ заработка я оставляю вам. Он в любом случае рабочий, он математически выверен, и на большой дистанции вы в любом случае будете в плюсе. Но мне это самому не интересно, и чисто из-за принципа я не буду этим заниматься. То, что мне получилось с 6 брошью, это уже очень хорошо. И делает нас гораздо ближе к нашей заветной цели, к талисману Баюма. Тем временем я, кстати, продал весь порошок и 10 миллионов адены. Адена у меня скапливается все больше и больше, в таком количестве мне она не нужна. Плюс у нас еще есть адена на гноме. Но к гному мы вернемся немного позже. Кстати, ситуация по брошам спустя несколько дней вообще не изменилась. Броши 7 уровня стали стоить подешевле, но и броши 6 уровня тоже подешевели. И между этими брошьями 10-кратная разница. Так что способ реально рабочий, этим нужно пользоваться, на этом нужно зарабатывать. Но, к сожалению, не с нашим бюджетом, потому что мы не можем позволить на себя брать такое огромное количество рисков. Так что в нашем случае мы продолжаем искать другие способы заработка. И один из таких способов это подземелье грез. Казалось бы, это обычный инстанс и как на этом можно заработать. А все дело в том, что в нем падает достаточно неплохое количество дропа. Да, не весь там дроп передаваемый, но некоторые вещи стоят неплохих денег. По крайней мере в теории, и это нужно обязательно с вами проверить. Для этого мы договорились с Леки ТВ и Максимом Зарёй, чтобы посетить этот инстанс и испытать свои силы. И на самом деле все вышло достаточно непросто. Я не ожидал, что настолько будут толстые мобы. Так помимо того, что их тяжело пробивать, они неплохо пробивают нас. Да, Леки ТВ вроде как спокойно от них стоит, отпиваясь на банках, но мне не удавалось выстоять даже нескольких секунд. Возможно дело в левеле, может быть дело в экипировке, а может быть еще по каким-либо причинам. А по каким именно вы можете узнать у Леки ТВ на его канале. У него тоже вышел выпуск, как и у Максима Зари, и вы можете следить за их прогрессом. Правда мне от этого ни разу не легче, и мне приходится вставать в город и бежать снова к ним. Правда я нашел небольшой лайфхак. Мой удар тенью бьет на дистанции. И в целом это мне позволяет ДПСить, не находясь рядом с мобом. А значит и не получая от него урон. Этим мы и будем пользоваться и дамажить монстров именно так. В целом инстанс не очень сложный. Если у вашего танка хватает выживаемости, чтобы танковать мобов, то рано или поздно вы этих монстров заковыряете. А значит и пройдете инстанс. Благо на нее дается достаточно большое количество времени. Ну а в нашем случае мы получаем первый дроп. Свитых модифицировать оружие ранга А. Точка в целом ценная и стоит достаточно приличных денег. Но правда получает ее Максим Заря. Окей, ничего страшного, возможно повезет с другим дропом. Но вот правда с финальным боссом я действительно замучился. Его безумно долго бить. Я даже несколько раз успел слить ману ударом тьмой. А чтобы вы понимали, это не так уж и просто сделать. Пробовал я его бить и вручную, но тут у меня вообще нет никаких шансов. Очень быстро я пробиваюсь массовыми ударами. Так что моя участь это просто сидеть на попе и регенить МП. Правда мне кажется они вдвоем без проблем бы справились с этим инстансом. Я здесь так чисто на посмотреть. Но все-таки будем думать то, что наш удар тьмой это очень крутой удар. И мы вносим свою лепту огромным ДПСом. Эх, кого я обманываю. Ну как бы оно ни было, спустя полчаса мы все-таки справились с этим боссом. Это было безумно нудно, но не очень сложно. А главное то, что мы все-таки выбили дроп. А именно мы получили лоску ткани в количестве двух штук и сапоги величия. Но вот правда по рандомному распределению все это досталось Максиму Заре. И тут он решил проявить рыцарские качества. А может быть ему и самому стало стыдно от своей удачи. И он скинул сапоги величия еще раз на рандом. Но как бы это ни было удивительно, они и второй раз выпали обратно ему. А вот на стойке у нас Максим Заря везучий. Но ладно, это рандом. Действительно ему повезло. Так что ГЦ его с дропом. И в целом этот инстенс вышел удачный. На нем действительно можно немножечко заработать монет. Так что однозначно рекомендую. Инстенс того стоит. Ну а по поводу своей броши шестого уровня. Я решил все-таки ее продать. Да, я вначале ее оставлял. Думал, может быть, стоит купить еще одну шестую брошь. Попробовать засинтезировать. Но что-то мне кажется, что два раза мне так не повезет, чтобы я с первого раза засинтезировал подвеску. Так что я без озрения совести вставляю за минимальную цену. И продаем ее. В любом случае она мне досталась за тысячу монет. И прибыль с этой броши просто колоссальна. А меня это устраивает, так что жадничать дальше не будем. В целом на рынке стало зарабатывать гораздо сложнее. Цены очень сильно снизились. Например, ДК-шлемы теперь продаем всего лишь за 140 монеток. А МЖ-ботинки за 80. И это в распечатанном виде. Да, есть еще некоторые предметы, которые стоят приличных денег. Например, МЖ-лайт перчи. Они продаются примерно по 160 монет. Но вот те итемы, на которых я заработал большую часть своих денег, они больше не актуальны. Не знаю, почему так случилось. Может быть, другие люди тоже стали пытаться продавать и покупать эти предметы. А может быть, что-то изменилось из-за последнего обновления. Но вывод достаточно простой. Многие запечатанные вещи больше невыгодно распечатывать. И вот на поиск той самой жемчужины, которая вас озолотит, теперь нужно тратить гораздо больше времени. Но мне такое все-таки удалось найти. А именно, Шлем Кошмаров. И казалось бы, то, что в запечатанном виде он стоит безумных денег. А именно, 122 монеты. Но все дело в том, что их на рынке практически нет. В запечатанном виде их всего лишь 2 штуки. А тяжелых шлемаков Найтмара попросту нет. Я не знаю, куда они делись с рынка, но такое ощущение, как будто они просто исчезли. Но для нас это плюс. Так что выставляем по любой цене, которую мы захочем. Конкуренции у нас попросту нет. И я выставляю шлемак за 300 монеток. Не знаю, продастся ли он за такую сумму, но в целом вполне возможно. Шлем достаточно полезный, приятный. И его выбирает большинство физиков. Ну и также на продажу я взял перчатки Найтмара. В запечатанном виде они стоят по 80 монеток. Лоскут стоит 20 монет. То есть, без стоимости этих перчаток нам обходится в 100 монеток. А продаются на рынке они по 150. И пока что у нас такая лазейка остается, мы продолжаем на ней зарабатывать. И не успел я прилететь на спот, как шлем Найтмара был сразу же продан. Это одна из самых быстрых моих продаж. А значит моя теория работает, и надо увеличивать количество шлемов в продаже. Так что скупаем последний запечатанный шлем на рынке, распечатываем его и продаем за те же 300 монет. Более того, я также решил купить некоторые распечатанные шлемаки. Продаются они по 140 монет. Например, магический шлем Найтмара. Да, это немного дорого, но пока на рынке нет тяжелых шлемаков, на этом можно заработать. Тут я принимаю на себя небольшие риски, потому что шлемаки могут и появиться. Но те заработанные деньги на первом шлемаке позволяют мне это сделать. Так что не нужно думать, что если нет запечатанного шлема, то у вас нет способа заработать. Способ заработать есть всегда. Главное его найти. Ну и опять-таки не стоит спешить, мы выставляем на продажу по одному шлемаку, потому что если мы сразу выставим сет, то покупателю будет казаться, что рынок именно сыщен. И он просто будет ждать, когда цена спадет. Но если он увидит только один шлемак, он может забояться упустить этот момент и остаться совершенно без шлема. Это уже такая некая психология. Люди не любят лишаться какой-то возможности, и они пытаются ее купить. Хорошо это или плохо, решайте сами, но в нашем случае мы просто помогаем найти людям то, что они ищут. Ну и тем временем мы продали шестую брошь. Причем, мне кажется, можно было бы выставлять ее и подороже. Мы просто немного поспешили, но я думаю за один-два дня, за те же 4000 монет она должна была уйти. Спрос, по крайней мере, на эти брошки достаточно высок. Причем, если мы посмотрим, пятые броши тоже подорожали. По-хорошему, шестая брошь должна теперь стоить 5000 монет, а седьмая брошь должна стоить 25000 монет. А сейчас мы получаем то, что и седьмая брошь стоит дороже нужной стоимости, и шестая брошь стоит гораздо дешевле. Я не понимаю, почему такая разница, ее быть не должно, потому что это очевидно, что если есть такая разница, то на этом нужно зарабатывать. А если люди бегут на этом зарабатывать, то цена приближается к адекватной стоимости этих предметов. Но, видимо, не в линейке, в линейке что-то работает по-другому. Ну, а по поводу шмоток, все-таки вышел у нас небольшой застой. За те цены, которые я выставлял, вещи не продаются уже больше двух суток. Но окей, будем выкручиваться, и продаем вещи дешевле, нежели они были изначально. Хотя, опять-таки, тяжелый шлем кошмаров, в целом стоит достаточно дорого. Да, стали немного демитаговать цену, но вариантов купить его все равно не очень много, и даже если я буду продавать его по 240 монет, я все равно буду в большом плюсе. Главное успеть это сделать до того, как цена уйдет вообще в ноль. Но хотя не то, что мне нужно прям очень сильно спешить. Мы уже с вами смогли заработать 19800 л монет. И эта сумма уже очень близка к тому, чтобы мы смогли позволить себе купить талисман Баюма. Но мы также не забываем бузиться, и с ежедневных заданий получили 2 Петрама. Для меня это очень хорошо, потому что у меня не было ни одного. И в нашем случае будет здорово хотя бы точнуть 1 на 4. И с шансом 65% мы точим 2 Агатиона на плюс 4. Будет ли у нас Агатион на плюс 5, шанс 50%? И, к сожалению, нет. Агатион у нас не точится. Но ничего страшного, и четвертый тоже увеличит нашу защиту аж на 5%. Это безумно много для танка без доната. Правда, нам не то, что прям сильно нужна была защита, нам больше нужна атака. Но все равно бесплатный буст очень приятен. И, кстати, по поводу бесплатного буста. После обновления его стало достать гораздо проще. Каким именно образом, сейчас я вам и покажу. Но перед этим давайте еще отточим один талисман АД, на который мы с вами выбили. В целом, они в долине безмолвия падают достаточно часто. Но, к сожалению, у меня он совершенно не точится. Также хочу обратить ваше внимание на цену шмоток. Они стали безумно низкими. Запечатанные вещи МЖ теперь продаются по 30 монеток, распечатанные продаются по 50. На этом как-то заработать совершенно стало невозможным. И комиссия сожрет больше, нежели вы сможете с этого получить. А это значит, что нам нужно искать другие способы. Обязательно пишите в комментариях, каким образом можно еще заработать в этой игре. Для меня это очень важно. Мне нужно найти за последние несколько дней способы, которые позволят мне добить 4-5 тысяч алмонет для того, чтобы я смог купить Трисман Баюма. Так что все в ваших руках. И если вы знаете какие-то секреты, то обязательно ими делитесь. Ну а нам удалось рвать брошку за 2800 алмонет. Это безумно дешево. Да, он ее часто продает по 3500, но 2800 это, ну, слишком низко. И хоть я не хотел заниматься брошами от слова совсем, но не воспользоваться этим моментом попросту нельзя. Я сразу же выставляю за 4300, пусть валяется, если продастся, то вообще будет здорово, мы неплохо на этом заработаем. Ну а вот остальные вещи я все выставляю в себе стоимость. Более того, многие предметы я даже выставляю дешевле, нежели я их покупал. Я не хочу больше этим заниматься, я не хочу больше заниматься мировым рынком, так что распродаю все свои остатки и буду искать другие способы. Ну а теперь, собственно, про фарм бесплатных вещей. Все дело в том, что стартовая цепочка квестов была переделана, а вместе с ней также были переделаны награды. Теперь любой может создать твинков, пройти полностью цепочку квестов и весь шмот, который он нафармит на твинке, перекинуть на основу. И кто-то может сказать, что это чит и недоработка. Может быть и так, а может быть и нет. Потому что теперь для удаления персонажа требуется 30 суток. Если раньше можно было удалять персонажа каждый день, создавать новое и обузить себе эти бесплатные итемы, то теперь, к сожалению, такое можно делать только раз в месяц. Но даже делая это раз в месяц, вы все равно будете получать достаточное количество бусты за бесплатно. Этим явно нужно пользоваться, потому что буквально за один час вы сможете прогнать всех своих твинков. И хоть в моем случае это не так важно, потому что до конца ивента нам осталось менее одной недели. Но все-таки одна отвинка я прогоню. Система квестов тоже изменилась, теперь не нужно разговаривать с NPC. Все окошки у вас будут появляться на экране. Это такая отчасти мобильная версия. Все стало гораздо проще. Но, как по мне, и интереса в этом стало тоже меньше. Мне совершенно скучно было проходить эту цепочку квестов. Я особо для себя ничего здесь нового не узнал. Опять-таки, диалоги я тоже никакие не читал, потому что они не очень приятны для чтения вот в этом маленьком окошке. Так что просто я их тыкал, принимал, убивал мобов. Причем убивать мобов теперь можно на одной локации по нескольким квестам. Вас теперь даже не гоняют с локации на локацию. По мне, так это очень грустно, но если ваша цель это фарм итемов, то какая разница, главное, какой итог мы будем иметь. И самое интересное, то что шмотки теперь дают настоящие. Их можно добавлять в коллекцию, их можно точить обычными заточками. И в целом, это очень сильно похоже на абуз. Но давайте не будем делать выводы раньше времени, и вообще посмотрим, какие итемы можно здесь фармить. И уже на 35 уровне мы имели 4 талисмана. Властитель, Аден, Скорость и Евы. Ну и давайте сразу их поточим. Аден с шансом 80% у нас сразу же ломается. Вот такая у меня удача. Но его не жалко, главное, чтобы точнулся Властитель. Шанс на успех 60%, это хороший шанс. Удастся ли нам его заточить? И, к сожалению, нет. Он у нас ломается. Скорость у нас тоже ломается на плюс 1 с шансом 60%. А вот Ева на плюс 1 все-таки зашла. Хотя и этот итем для меня самый бесполезный. Также мы получили 4 Агатиона. Давайте попробуем заточить и их. И мы Игни сразу точим на 4. Я думаю, то, что мы его и оставим. 5% дополнительной физатаки это неплохой параметр. Агатион Радости у нас тоже заходит на 4. Мы тоже его оставляем. Мы сможем всех надеть, я думаю, без проблем. Ну и осталось у нас 2 Агатиона, Петрам и Прочелло. Они у нас уже есть на персонажа плюс 4, так что их нужно точить уже на плюс 5. И на 4 он у нас точится, а вот на 5 к сожалению ломается. Кстати, по поводу коллекции, реально практически все предметы можно туда добавить. Причем некоторые коллекции дают действительно неплохие бонусы. Например, плюс 37 Агатиона можно получить совершенно бесплатно. Единственное то, что нужно еще точнуть тело на плюс 5. Все остальные итемы мы сразу с вами имеем. И это можно получать на каждом из ваших твинков. Также мы получили дополнительную скорость атаки и скорость магии, просто добавив ботинки. Это специальная новая коллекция для новичков. Но все дело в том, что на танке то у нас ее не было. А теперь есть и мы стали чуточку сильней. В целом, теперь понятно, почему больше нельзя заработать на проточных лоушмотках. Они теперь попросту не нужны, потому что они добываются с твинков. Так, и дотачиваем и последний Агатион про челу. И на 4 она заходит. У нас зашли все Агатионы на 4, но вот, к сожалению, на 5 она тоже ломается. Вот что-то не везет мне с шансом 50%, ни в какую, просто я не могу заточить ни один итем. Но, возможно, мне повезет с венцом. Но, правда, не в этот раз. В этот раз он тоже не сготел точиться. Ну, хотя и заточить на плюс 5 шансы были достаточно низки. Тем более, нам даже на 5 бы его не хватило. Нужно было бы точить на 6. Так что его совершенно не жалко. Мне гораздо больше жалюще то, что мы сломали властитель. И самое забавное, то что все эти итемы мы получили буквально за 10 минут. Наш твинк только 45 уровня, и он полностью прокачался на квестах. Да, корейцы действительно расщедрились и просто закидали нас подарками. Скорее всего, донатерам, конечно, будет лень этим заниматься, и они даже не притронутся к твинкам. Но вот те, кто играет без доната, для них это крутое решение. Так что могу только порадоваться за работяга, потому что теперь у них будут шансы достать какие-то интересные итемы. Ну, а мы продолжаем выполнять цепочку квестов, и давайте посмотрим, что нам выпадет дальше. Ну, а дальше мы получили подвеску первого уровня, и главное для нас плащ защиты. Вы спросите, а при чем здесь плащ защиты, и почему это главное? А все дело в том, что у нас есть не ломающая заточка, которая нам подарила Инова. Инова дарила не ломающиеся заточки в честь нового обновления. Они были на пояс, на плащ и на венец. На венец мы с вами уже потратили, осталось еще две заточки. Так что пытаемся заточить плащик, нам его надо точнуть хотя бы на плюс 4, наверное, там шансы достаточно хорошие. В целом, шанс удачи гораздо выше, нежели неудачи, но, к сожалению, мы ломаем плащ, и я не знаю, что теперь делать с этой заточкой. Делать венков мне лень, потому что нам не так долго осталось выполнять этот челлендж, а просто удалять заточку мне тоже очень не хочется. В общем, подумаем над этим моментом, пока что продолжаем делать квесты дальше. Ну а дальше, собственно, последняя награда. На 62 уровне мы получили очень много итомов. Во-первых, это ашная пушка. Вот только представьте, мы теперь получаем на халяву бесплатную ашную пушку, которую можно передавать по аккаунту. То есть, на танка я могу в идеале, получить много сир. Да даже донатерам, которые раньше скупали сиры на рынке, чтобы точить их на плюс 7, теперь достаточно просто делать венков. Ну а также мы получили полный комплект ашного шмота. Да, для меня это немного удивление, почему так много решили корейцы давать. Но, в любом случае, давайте попробуем заточить пояс, именно к нему мы и шли. Он нам безумно нужен. По-хорошему, мы его точнули бы на плюс 4, и не ломающейся точкой заточить на плюс 5. Но, к сожалению, мы его ломаем уже на плюс 2. А вот такие у нас начальные квесты, и именно их я хотел показать, но вот теперь я серьезно задумался о том, чтобы прокачать еще одного танка. Просите зачем? А для того, чтобы получить ашный ствол, просто на халяву. Максиму Заре и Леке ТВ приходилось его покупать за монеты. Я же могу его получить совершенно за бесплатно. Плюс, я также могу получить ашные шмотки. Зачем мне на себе таскать передающиеся вещи величия, если я их могу сделать запечатанными и продать те вещи, которые надеты на мне? А это еще ближе сделает меня к нашей цели. Я думаю, что я, наверное, так и поступлю, и мы переходим на нового твинка, на твинка танка. Прокачивается танк очень быстро, квесты очень легкие, и я скопил сразу множество вещей, чтобы точить их единомоментно. Не будем тянуть, сразу выставляем Сега Теона на плюс 5, что точнется здорово, что не точнется грустно, но я думаю, что это не такая уж важная роль в нашем развитии. На плюс 4 у нас остается только Петрам и Игнис, и на 5 заходит только Петрам. Ну, в целом, тоже приятно, это лучше, нежели ничего. Теперь переходим к талисманам, начинаем опять-таки с Евы, мы его точим уже в миллионный раз, он не точится совершенно, и в этот раз он точится на плюс 2, уже неплохо, но вот на плюс 3 с шансом 70% он, к сожалению, ломается. Давайте точим плащ, плащ мы хотим заточить на плюс 4, но он ломается на плюс 1 с шансом 85%. Блин, а может быть реально шансы подкручены у этих итемов и они попросту не точатся? Ну, вообще не хочется в это верить, я просто думаю, что мне не везет. Ну и как видите, мы точим талисман властителя на плюс 1. Будет ли он на плюс 2? Но нет, на плюс 2 он ломается, хотя вроде как я хотел вообще его на плюс 1 оставить, чтобы с ним и бегать, по крайней мере, у нас есть слоты, но что-то я немного увлекся. Скорость у нас тоже точится на плюс 1, на плюс 2 точится, будет ли она у нас на плюс 3, и она заходит на плюс 3, и, к сожалению, только на 4 она уже ломается. Я уже, конечно, вошел в кураж, но в целом вставлять его на плюс 3 не было никакого смысла, нужно было точить дальше. Талисман Евы мы тоже ломаем на плюс 2, но он нам не особо и нужен был. Собственно, как и венец, я тоже особо не верю, что он заточится на плюс 6, но иногда такое бывает, что с одного венца ты берешь и точишь его аж на 7, было у нас такое даже на стриме. Но не в этот раз, в этот раз мы его тоже ломаем с плюс 1 на плюс 2. Но, как минимум, у нас осталась куча шмота, которые не передаются, но которые можно добавить в коллекцию. Ну и, собственно, главное, для чего мы делали этого танка, это шмотки, оружие и пояс дракона. Шмотки, естественно, обмениваем на МЖ, мы получили полный комплект, МЖ тела, МЖ перчатки, МЖ ботинки и тяжелый шлем Найтмара. Все это стоит каких-то денег на рынке, все эти вещи были танкопередаваемыми, и тем самым, то, что мы прокачали одного твинка, мы получили неплохое количество монет. Причем, действительно неплохое, и, возможно, опять-таки, из-за этого вещи и подешевели на рынке. Многие просто обменяли свои передающиеся вещи на непередающиеся. Да и плюс, кому теперь нужны эти передающиеся вещи, когда их дают бесплатно? Так что, я думаю, на рынке они будут дешеветь и дальше, и стоить совершенно по нулям. Возможно, даже магазин их будет продавать выгоднее. Ну, а вот споясом нам, к сожалению, не повезло, и он сразу же ломается на плюс 1, и наши заточки, не ломающиеся заточки, которые нам дала иного. Вроде казалось бы, то, что у них огромная ценность, но нам их просто некуда использовать. Вот такая небольшая печалька, но в целом это не так важно. Главное то, что какой-то профит мы все-таки вынесли с этих твинков. По итогу могу сказать, то, что этим нужно заниматься всем. Как минимум, вы получаете пушку для проточки. Да, какую-то сумму вы будете тратить на проточку этого оружия, но в любом случае это гораздо выгоднее, нежели раньше было покупать это оружие с рынка. А плюс седьмая пушка действительно дает очень много. Ну а для новичков и тех, кто играет без доната, вы получаете возможность приобрести огромное количество бесплатных крутых итомов. Ну а мы, собственно, скидываем все наши предметы на танка. Причем, помимо итомов мы получили еще и свиточки опыта, защиты и атаки. Они у нас уже подходили к концу, а мы их получили достаточно приличное количество. Что, в целом, тоже достаточно важный момент. Ну и первым делом переодеваемся в непредающиеся вещи. Также важный момент, про который я забыл сказать при прокачке наших твинков, это подвеска инхазад. Да, вы получаете их первого уровня, но кто вам мешает их синтезировать? То есть, если я бы сделал 6 твинков, то шанс сделать вторую подвеску был бы очень велик. А вторая подвеска, между прочим, уменьшает по вам урон аж на 10%. Но вот, к сожалению, нам не повезло, с шансом 20% мы ее не засинтезировали, но, возможно, повезет вам. Ну и также мы получили огромное количество камней. Я не понимаю, как я попадаю в эти шансы, я не понимаю, почему у меня ничего не точится. По сути, мы получили только коралл, который увеличил немножечко нашей скорости атаки, но я думаю, что совершенно незначительно. Но, в целом, буст нашего персонажа получился достаточно неплохим. Но, единственная проблема в том, то, что до конца нашего соревнования осталось всего лишь 4 дня. Кстати, мы выбили еще один талисман Адена. Я не знаю, может быть, в этот раз-то он заточится. Эта серия вся посвящена талисману Адена, который не хочет точиться. И да, мы его точим все-таки на плюс 4. А что это значит? Это значит, что нужно заканчивать на хорошем моменте. Тем более, мы продали практически все, что у нас было на рынке. В том числе, и шестую брошь. Да, и кстати, выставляем свои шмотки, которые раньше были надеты на нас. В общем, подводя итоги, мы имеем 21700 монет. То есть, для нашей цели приблизительно осталось наформить еще 2000 монеток. Это совершенно немного, но проблема в том, что у нас осталось всего лишь 4 дня. А значит, следующий выпуск уже будет финальным. Удастся ли у нас наформить талисман Баюма? Мне это пока неизвестно, но свое мнение можете писать в комментариях. Обязательно почитаю, а за самое интересное еще выдам промокодик на 800л монет. Ну а на этом все. Спасибо всем за просмотр. Эта неделя получилась продуктивной и надеюсь, следующее будет такой же. Пока-пока!